Павла Галатова 5.19 Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет законов. Но те, которые Христовы распяли плод со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг другу завидовать, друг друга раздражать. Спрашивают, а чем отличается верующий от неверующего? Одинаково питаются, одинаково женятся, на одной работе работают, а вот плод Духа и плод плоти. Сравни, что в себе есть. Было когда-то время, я был крещен, принял Христа, что изменилось? Не раз приходилось слышать от крещаевых. Ну вот, допустили до крещения. Крестился. А что дальше? Это только начало, это первый шаг. Человек из крещения выходит совершенно другим. Его имя записывается на небе, незримо. Это только верой надо постигать. И апостол Фавел говорит это галатам, которые уклонились, стали творить дела плоти. И они этого даже не заметили. Он говорит, кто прельстил вас? Вы ж нехорошо, кто остановил вас? Нормальный путь шел, кто остановил-то? А остановили-то не миряне, не кочегары. Нашли из учителя, которые стали говорить, без Моисеева закона не спастись. Он необходим. Ну, не надо разъяснять, что такое прелюбодеяние. Это измена супружеской верности. Жена или муж. Блуд это незамужие. Творит тот же самый грех. Но наказание за него разное. Потому что у первого была возможность потушить пламень. У него жена рядом была. А у другого не было. Хотя, кажется, какая разница? Большая разница. И церковь разные каноны вывела. За один грех отлучает на 7 лет, а за другой на 15. Стоят за дверями 15 лет. А сегодня 3 года человеку так трудно выстоит. Когда спрашивают священников, а почему вы не накладываете на 5-ю веню? Ну, вы видите, что этот человек попадает под каждый пункт. Так никто тогда и не придет. Вы только абортис. Отлучите на 10 лет. И церковь на 89% уже будет пустая. А здесь перечисляются такие грехи, которые требуют разъяснения. Ну, нечистота, понятно. Нечистота духовная. Человек не разборщик. Что смотрит по телевизору. Хотя его смотреть совсем не надо. Ну, не понимает. Все глотает. Он и семья. Разговоры какие ведут. Есть такие, так называемые, анекдоты. Дети это перехватывают. Я-то в лагере. Девятилетние, семилетние рассказывают похабные анекдоты. Где они их взяли? На улице. А улица как оказалась внутри их? Кое-что слышали по телевизору. Вот это и есть нечистота. Но далее говорится непотребство. С блудом разобрались. Преребодение ясно. А непотребство. А все, что не требуется по природе. Почему человек в улице? Где у него выхлопная труба? На голове нет. Скотина не жует, табак не курит. Никто не курит. Ну, бывают обезьяны, порченные людьми наученными. Это все непотребство. То, что вопреки природе, физиологических потребностей. С чего ты решил, что тебе надо для аппетита выпить? Почему ты решил, что варенье на жутовое забродить, а потом стопочку? С чего? В природе этого нет. Это все входит в непотребство. Ответство. А какое наказание? Ты слушай внимательно. Поступающий так, царствие Божие не наследует. Тебе недостаточно. Перечисляет пьянство, гнев, распри, разногласия. Разногласия у нас всегда должны, как Павел говорит, надлежит быть разногласиями. Здесь разногласиями не должно быть в слове Божьем. Когда святые отцы уже истолковали. Ты должен сказать, да и аминь, я православный, я принимаю. Вот этот пост, я его могу опровергнуть в течение пяти минут, он не нужен. Для меня, особенно в лагере, у детей, они без пробыли, еще молочное не видали, только завтра, а сегодня уже выезжают. Мне тоскливо делается. Но я православный. Я православный. И все разговоры прочь. Мы строжайше по уставу соблюдаем. Не положено растительное масло, в рот не берем. Но вам, я понимаю, в девятом веке возник этот пост. Монахи придумали. Что, до девятого века никто не спасался разве? Они в пустыне сидели на корешках. И там можно было. А сегодня посернаю, покосы, с поля не вылазят. Ему как раз и нужно витамины мужчины кормить. Но я православный, повторяю. Все мои рассуждения, правильные, хорошие, сразу остались за бортом. Я православный. Вопрос снят. Святые цены установили, не принимая православие. Я принял все вселенские, 7 вселенских, 9 поместных, все 719 правил. Я должен строжайше выполнять их. Все остальное может легко войти в то, что называется непотребством. Поступающие так, царствие Божие не наследует. Человек объясняет любой грех. А Давид говорит, да не уклонится сердце мое к извинению дел греховных. Что бы ни сказал, но все, есть изменения. Почему в церковь не идешь? Начинает говорить, то молоко сепарирует, то что-то. Наконец, совершенно не ходят. И объяснение там и находится. Объяснение одно. Потеряна первая любовь. Если она была, конечно. А если не было, то и терять нечего было. Самое страшное для человека потерять любовь. Человек делается не животным. Не демом. А хуже, златаус говорит, демоны то не делают, что делают люди. Демон не блудит. У него плоти нет. Человек делает грехи, от которых содрогается небо и земля. Мы должны рассмотреть каждый грех. Не сейчас. Для этого времени не хватит. Это каждый день надо открывать пятую главу. Послание апостола Павла Галатом и смотреть. Плот духа такой, а плоти такой. Волшебство. А кто не смотрел? По телевидению, так называемые экстрасенсы. Заряжали что-то. Да ведь поголовно. И то загипнотизировали человека. То что-то закодировали его. Это все из одной гропы идет. Предсказание будущего. Ну узнал ты, что тебя убьет человек, который будет одет в белом у Пушкина. Ну помогло ему спастись? Конечно нет. А зачем ты шел к этой ведьме? Это смертный грех. Поступающий так царствие Божие не наследует. Тебе мало этого? Да пьяница, он говорит, я свою получку пробил. Ни у кого не украл. У меня большая зарплата. Жена у меня обихожная. Дети у меня учатся. Ну почему мне не выпить? Ты не рассказывай о вреде для здоровья, что у тебя будет 15 лет жизни отнято. Но то, что ты царствие Божие не наследуешь, тебе этого мало. А мимо царства прошел, это означает не в счастилище попал в ад. Я вам заметил, недавно я это знал, что наиважнейшее есть счастье в литургии, как поют херувинское. Любая бабка в церкви знает, что это важный момент. И они стоят, не двигаются. У нас сразу начинается какое-то движение. Запели херувинское, убежали, зашевелились. А что это такое? Вот священник выходит с чаши. Я еще ничего не понимаю. Что за движение у нас в церкви здесь? Потянулись к окнам. А, подружники. Старобрядческий синдром навалился. Курс подружникам били. Убрать их из храма. Или повешать себе на бедро, как палец ей епископа. Ни одного движения не должно быть. Чтобы в последний раз сегодня это было. Если я этого не понял, следующее вы не найдете ни одного подружника. Я их сожгу. Ничего нет важнее литургии. Небо сходит на землю, говорит Иоанн Кроштадский. Как говорит, осколок неба на земле остается. Литургии больше ничего нет. Мы реально соприкасаемся с Христом только в одном случае, если причащаемся. Другого момента нет. Все остальное в духовном плане. Реально ты берешь на язык, проглатываешь. И вдруг какие-то движения начинают, а потом движения опять несут. С тряпками возитесь. Я прошу прекратить. Это непотребство. В самом прямом понимании значения. Ни одного движения. Священник же вышел с чаши, а у него тряпочка лежит на окне. Он разворачивается и идет задом спиной к стене. И же херувимик перед носом. Мы как херувимы. Что херувимы с тряпками возятся? Тебе надо, присыпи ее здесь себе. Поклонись один раз. Коснись пола. Пол огненный в это время делается. Апостол Павел говорит в 1 Канисе 15-23. Каждый в своем порядке. Первый месяц Христос, потом Христову пришествие воскреснет. Мы воскреснем когда-то. И вот эти дни, они будут для нас очень памятными. Дни крещения. Сегодня будет крещение, никто не уходите домой. Вы вспомните о своем крещении. Поприсутствуйте. При великом торжестве. Сегодня ангелы на небе радуются. Куда ты пошел домой? К свиньям своим? Целовать их. Остановитесь. Идите все на это чудное озеро, освещенное благодатью. Пастырь будет преподавать крещение тем, которые готовы. И тем, которые не готовы. Не готовы. Потому что готовы никогда не будем. Человек от чего-то не может отказаться. Носить брюки. Ну не может. Ну помолимся. Может как раз в этот момент, да, Дух Святой коснется души. Мы не догматики, чтобы уцепиться за устав свои и держаться. Если бы люди эти приезжие жили здесь, мы бы их не допустили. Но учитывая расстояние, учитывая возраст, мы должны быть благодарны Богу, что они приехали. Чтоб Бог позволил им соприкоснуться с великим таинством, ничем не нарушаемым. В полное троекратное погружение. Все остальное, что делают люди сегодня крестят, мочением лба, это непотребство. Это самое настоящее непотребство. Потому что крещение другого нет. Слово крещение переводится по гружении. Это перевод с греческого. Баптизантес. Нет другого перевода. И мы опять увидим это все и скажем, велик Бог наш Иегова, который дал это таинство. Велик наш Христос, умерший за нас, даровавший нам купель ощущения. Великий Дух Святой, которым будет помазаться человек, как печать дара Духа Святого. И эта печать может закрыть дверь делам плоти. И раскрыть дверь делам Духа. Глаза, глаза помазаны будут у тебя. У тебя будут уста помазаны. Все члены тела и ноги. Чтобы ты был готов на благовестие. Это не просто смещение к мажам. Он говорит дивные слова. Это печать, залог Духа Святого, который мы представим в судный день. Христос воскреснет, а потом и мы. Мы сегодня увидим, как люди вписываются в небесных жителей. И как будем просить благословения на их жизнь. А они пусть помолятся о нас. И в одежде данное в крещении бывает и запятана грехами. А если бы сегодня они умерли, эти люди, теоретически, они были бы на небе. Начало пути будет положено. Первое Петра 2.11. Возлюбленное. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Он просит и умоляет. Ты заметил гнев? Покоит раздражение. Остановись. Златоуз говорит, поблагодари за намерение. Не оставляйте службу в храме. Во всех житиях святых подчеркивается отношение к храму, к служению в месте, вне храма, в лесу, где-то, в тюрьме, всегда расценивалось как плот духа. Не посещение храма общественного, служение, а рассматривается как дела плоти. Или огневался на кого-то, или что-то подыскивается. Не делайте этого. Быть может, завтра храмы все будут отняты. Не вечно духу Божию быть пренебрегаемым. Наша страна стоит где-то на грани великих потрясений. Я это чувствую каждой порой тела своего, каждой клеткой. Где-то рядом, рядом уже. 22 июня повторится снова, но только невозвратно быть может. Римлянам 13.14. Но облегитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти. Понятно, что плоть, растут дети, надо продавать, но не превращайте это в похоти. Одного мало другого, другого достали, это уже есть, надо другую. Машина одна есть, на лучшую марку техника, арктехника есть, на лучшую. Не превращайте в похоти. Нужно учиться довольствоваться малом. Говорят, вот я приобрету, я тебе расскажу про приобретение. Самое великое приобретение, поэр, быть благочестивым, жить по духу и довольным. Благочестивым и довольным. А Давыд говорит, я жил, состарился и не встретил человека, который на Бога полагается. Оставлен, чтобы хлеба у него не было. Я не встречал. Я скажу, я не встречал. Хотя такие люди бывают. Возложи на Бога упование твое. И ты увидишь, как все у тебя начнет умножаться каким-то образом. Римлянам 6.6. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Чтобы упразднено было тело греховное. Дабы нам не быть уже рабами греху. Против нас воюют только три врага. Ни китай, ни мусульмане. Самый главный враг, в зеркало посмотри. Он денно и ночно воюет. Второе-то, дьявол избавит нас от лукавы. Третий мир. Не любите мир и не того, что в мире. Не вносите в церковь эти обычаи. В мире все ведется на то, чтобы человеку было здесь уютно и хорошо. Не любите мира. Человек, любящий мир, получает звание одно. Фрелюбодей. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Везде обращаются братья. Слышите, когда считают братья и дальше считаются. Здесь нет братья. Кто любит мир, нет братья, нет сестер. Это толпа прелюбодеев. Изменников. Сегодня крещаемые трижды будут вопрошаемы пастырем. Сочетоваешься ли Христу? Выходишь ли замуж наконец по-настоящему? И ты трижды должен ответить, сосчитоваясь. И после этого еще трижды спрашиваешь, сосчитовался ли? Вышел ли теперь? Ты веришь, что жених у тебя Христос? И ты трижды ответишь, сосчитовался. Дружба с миром есть вражда против Бога. Ты изменяешь ему, ни человеку, ни мужу. Тут еще как-то можно какие-то извинения найти. Здесь никак. Потому что лучше Христа никого нет. Красивее, нет мудрее, нет богаче, нет знаднее, нет. Все качества у него. Изменять Христу может человек совершенно неразумный. А избрать ты можешь только Христа или дьявола. Другого нет. Как Достоевский говорит, дьявол борется с Богом. А поле битвы сердца людей. Эта битва идет дневно и ночно. Конечно, самое дорогое достояние у людей это дети. Приложи все силы и узнаешь, что для этого требуется. В первую очередь посадите в детей страх Божий. Страха не будет, ничего не будет. Ваши холодильники будут опустошены. Они будут душить вас за пятерку придет время, чтобы выпить. Вселите в них страх Божий. Вместе с ними чаще молитесь. Обними его, положи ему руки на голову. И скажи, я благословляю тебя только на добро. Вы увидите результаты. Никакое битье к толку никакого не дают в мире. Много есть колоний, это несовершеннолетие. Они выходят уже закончены, их зовут отморозки. У них даже правил бандитских нет. Они подряд режут все. Беременную убивают. Маленьких детей насилуют. Но ведь было же, когда он на руках был, радовалась мать. Поздравляли с рождением сына или дочери. Не надо поздравлять. Пророк говорит, будь проклят день, когда я был зачат. Второй повторяет, будь проклят день, когда кто-то принес весть моему отцу и сказал, у тебя родился сын. День проклятся. Нам надо сегодня молиться очень и очень крепко о детях, которые здесь потеряете. Римлянную 8.13. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Избери жизнь. Зачем тебе умирать, говорит Господь. А чтобы жить, нужно избрать Христа. Я внутренне себе, повтори, избираю Христа, истинного Бога. Я верую Ему. Одного Христа. И никого, кроме Христа. За нас ни Аллах, ни Магомед, ни Будда, никто не умирал. За мои личные грехи умер Христос на Голгофском кресте. И я не свой, я куплен. За меня заплачена страшная цена. Чтобы мир сотворить, Бог сказал, да будет. И дальше называть, что свет, да будет, земля. То есть Бог творит одним словом. Но спасти одного грешника, ему надо было сойти на землю. Надо было воплотиться, непонятным образом родиться. Возрастать и умереть. И если мы это знаем, то какие горе все остальные? Это враги, болезни. Это для исцеления. Это для того, чтобы я Бога славила. Бог меня приближает. Ты любила ходить на танцы-то? На благовестие ты не ходила? Ходила по дворам, судила на других. Чего теперь ропчешь на шпоры на ногах? Какие-то наросты между коленями. Как им не быть-то? Немножко тебя назад мыслями перевернуть, и ты увидишь, что прав Бог, как Он меня любит. Он напоминает мне. Римлянам 8-9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Можешь ходить в храм, причащаться, Духа не имеешь. Я постоянно повторяю мысль о Серафиме Саровского. Я не могу сказать точно, на сто процентов, что Он так сказал. Я не могу. Но житие Ему говорит так, что Он сказал, что смысл жизни в том, чтобы стяжать Дух Святой. Как Он, находясь в православии, мог дойти до этого? Это не просто откровение, а супероткровение. Ничего выше нет на земле, как быть движенным Духом Святым. Можешь ходить, причащаться, внешне все соблюдать по форме, но Духа Христова не имеешь. Ты не Его. Вот эта печать Духа Святого сегодня получит новокрещаемое. А мы попросим Господи, обновив нас эту печать еще более, чтобы она сияла для всех. Мы запечатлены Духом Святым. И предстанем к Нему, сказав, Господи, Дух Святой вел нас, освободил отдел плоти. Мы сродились с Тобою, да будем в действительности со Христом. Аминь.